Всем привет, это Gamehunting, меня зовут Дэн. Сейчас у нас уже декабрь, я разбил свою экшн-камеру, поэтому записываю на фронтальную камеру своего телефона. На улице темно, и время отправиться за играми, так что вперёд из песни. В общем-то, давненько я ничего не брал в свою коллекцию. Сегодня мой выбор пал на игру «Путешествие», она же Journey, которая выходила на PlayStation 3. Случается такое, что инди-проекты хороших разработчиков воспринимаются со временем геймерами во всём мире, как игры, как полноценные игры, трипл-эй-качество. Здесь, в игре приключения, она же Journey, вы отправляетесь никим таким человечком, просто на просторы пустынной вселенной. Со временем вы начинаете понимать, о чём хочет донести нам автор. И для каждого здесь идея своя. Так же и приключения. Для каждого здесь своё. Встретиться с кем-то можно лишь через онлайн-режим. Вдвоём, к сожалению, на одной приставке не поиграть. Но зато есть интересный момент. Если вы доведёте своё приключение до конца, с этим же персонажем, с которым встретились, то в конце узнаете, кто он такой, потому что только тогда откроются данные PSN-владельца. Игра ошеломительно красива. И порой даже забывайте, нужен ли здесь геймплей как таковой, потому что игра Journey очень захватывающая. Многие проходили эту игру где-то порядка за 2-2,5 часа, не торопясь. Но даже столь короткий игровой процесс не помешает игре Journey получить звание «Игра года». И мало того, что вышла она на PS4 релизом в один диск, одна игра, а также она вышла на крутом сборнике в коллекционном издании, на котором ещё можно довольствоваться игрой Flow и Flower от тех же разработчиков. Игра обойдётся мне в 600 рублей, а дорога в 200. Итого 800 рублей за диск, который пойдёт в коллекцию, а также я обязательно в него поиграю. Еду сейчас, сейчас скажу куда. Короче, минут 40 ехать. Поеду. В этот раз под ногами снежок. Но честно признаюсь, у меня всё равно не нравится, потому что мокро очень, везде лужи. Вчера был мороз, а сегодня всё тает, и Найки уже не те, Найки не как раньше. Они уже не держат воду, короче, мокрый тип. Поехал в самый конец района, вот сюда вот, в новостройке. Стиль стритца пресс. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот здесь и достался мне Джорни на PS4. Ещё всё вокруг строится. Неизвестно, что можно встретить на пути к такому приключению. Вот он, Джорни. Ну что же, эту игру я уже хотел со времён PlayStation 3. Во Flow ещё играл мой кореш Санта на PSP. Flow — это ещё один интересный инди-проект, создатели которого очень творчески подошли к процессу. В этой игре вы управляете такой штучкой, которая поедает другие микроорганизмы, и этим самым развивается. Это как в старом добром Пэкмане. Вам не придётся никого убивать. Игра не учит вас ничему злому. А наоборот, геймплей, который появляется на экране, даёт вам, так скажем, те самые нужные эмоции для того, чтобы расслабиться, а не напрягаться от игры. Эта игра действительно по-своему очень красива. И я с большим удовольствием забираю её к себе в коллекцию. Я, конечно же, могу скачать все эти три игры на свою третью PlayStation прошитую или купить их дешевле. Но куда уж дешевле три игры за 600 рублей и для PS4. Мне кажется, отлично. А вот и наша маршрутка домой. Игра Flower также заслуживает отдельного внимания. Эта игра дарит вам такие незабываемые эмоции радости, впечатления, которые, наверное, не подарят многие другие игры. Обязательно попробуйте поиграть в неё. Ну что, нравится тебе? Да, ещё классная игра. My Retro Days и Gamehunting – это не коммерческие проекты. Поэтому, если тебе понравился данный видеоролик, поддержи нас, подпишись на канал и поставь лайк. А также напиши, что ты думаешь об этих играх. Видишь? Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...